Продвигаемся к концу и чем дальше, тем сложнее. Но с другой стороны, чем сложнее, тем больше функционал у вас в руках. Я хотел рассказать о сортировке в блоке, а для этого надо рассказать о категориях, а для этого надо рассказать о правилах генерации контента в WordPress, а это еще четыре урока. Поэтому буду запредельно краток. За подробностями в курс по WordPress. Значит, у нас есть страницы. Например, главное — это страница. И есть записи. Вот, например, запись в рубрике «Проекты». А вот страница, на которой собраны все записи в рубрике «Проекты». Она называется «Страница записей». Также вот новости, вот запись в рубрике «Новости», а вот страница записей, то есть страница, где собраны все записи в рубрике «Новости». То есть WordPress изначально был более заточен на формат блога. И вот записи — это как бы ваша запись в блоге. Ну типа пост в Facebook, которых вы можете делать по три в день. Просто в отличие от Facebook, где все валится в ленту подряд, WordPress умеет эти посты вынимать, как-то сортировать и выдавать вам в виде, например, страницы записей. Так вот, разработчики вынесли некоторые рубрики в левое меню. Кажется, что это что-то отдельное, но по сути это рубрики, ну то есть категории записей. Проекты, люди, партнеры — это как бы записи, объединенные в одну группу, ну в три группы. А все остальные записи находятся собственно в записях и на сайте вы их видите как «Новости». Но на самом деле называться они могут как угодно. Это просто записи блога, выведенные, что называется, в повалку. Но можно выводить записи по отдельным рубрикам и называть их, скажем, «Мероприятия». То есть вот все записи из рубрики «Записи». А вот все записи из рубрики «Проекты». Проекты у нас находятся здесь, а остальные записи, более известные вам как «Новости», здесь. Подробнее о том, как сортировать записи, создавать страницы под разные категории, я рассказывал в курсе по WordPress. Тут лишь скажу, что все записи вы можете сортировать по категориям, выбрав какую-то из существующих или добавив собственную. Рубрики — это достаточно важная функция WordPress, помогающая сортировать контент, но это выходит за рамки курса. Для нас это интересно в том смысле, что это позволяет тонко настроить сортировку внутри блоков Кандинского. Запомните, что «Новость 2» мы поместили в рубрику «Новости». Возвращаемся на главную и, наконец, расскажу про сортировку. Значит, можно сортировать записи от новых к старым. Или от старых к новым. Ну или по алфавиту. Ну, это примерно понятно. Более того, можно пропустить какие-то записи, это уже интересно. Вот мы пропустили первую запись и у нас тут начинается со второй, опубликованной раньше. А вот мы пропустили и ее, то есть две записи, и у нас все начинается с третьей по времени публикации. Это уже удобно, но это ничто по сравнению с возможностью выбрать записи определенной категории. Помните, мы присвоили «Новости 2» категорию новости. И если выбрать ее здесь, то нам покажут статьи только из категории «Новости». А вот. А значит, вы можете, например, дублировать блок и в одном выдать статьи из категории «Новости», во втором статьи из категории «Статья». У нас она тут только одна, но это не важно. И вставить их в разные места страницы. Ну и назвать как-то по-другому. Кажется, что это разные блоки, но на самом деле это один блок, просто по-разному отсортированный. Тоже с другими блоками. Блоки, кстати, можно добавлять этим плюсом. Я, по-моему, об этом не говорил. Добавим блок проекты. Тут у нас тоже есть сортировка. И тут тоже самое. Только выбрать не категорию, а метку. Нет пока ни одной метки. Ладно, заведем. Потому что показать это все-таки важно. Значит, вот у нас записи в проектах. И вот раздел метки. Метки не надо как-то заводить отдельно, просто добавляйте здесь. Но не надо заводить гору меток, как-то бессистемно. Они помогают когда понятно, про что они. Например, мы с сообществом решили делать фильм. Добавляем фильм. Нажимаем интер и возвращаемся к нашему блоку. Не забывайте обновлять. И здесь надо обновить страницу и запись, чтобы не слетела. И здесь в сортировке выбираем метку фильм и получаем блок с одной записью. Пока одной, по мере добавления статей в рубрику проекты с меткой фильм их количество будет увеличиваться. Тоже можно как-то назвать и будет казаться, что это отдельный блок с отдельным контентом. Вот. Это достаточно простой способ вывода контента, но при этом достаточно действенный. Если вы погрузитесь в изучение WordPress, узнаете куда больше способов работы с контентом. Что позволит вам гораздо гибче подходить к структурированию вашего сайта.